Привет каждому! С вами Алексей Ларсустинов. Я из Санкт-Петербурга, что в России, и я обращаюсь ко всем западным металлистам, и музыкантам, и рок-звездам, в общем, ко всему западному металлическому сообществу. Хочу с вами поговорить о текущей жизни, а вообще о том, что происходит и у нас, и у вас, и о мире в целом. Ну и чтобы вы понимали, кто с вами разговаривает, я представлюсь. Я уже сказал, что меня зовут Алексей Ларсустинов. Я родился в городе Ленинграде в 1974 году в СССР. И у меня старший брат занимался, то есть был хипоном, который у меня на 15 лет старше, поэтому я с самых пеленых слушаю хард-рок, то есть такие группы, как Rainbow, Jet Rattel, Deep Purple, ну и там так дальше, огромный список. И уже с 11 лет, то есть с 85-го года, я металлист осознанный и занимаюсь металлом. На первый концерт свой ходил в 87-м году. Это, ну, как бы, это наши были, то есть там вот у нас самая крутая трэш-метал группа, это Мастер, это как раз был легендарный концерт группы Мастер у нас в нашем городе исторически. А дальше у меня целая череда, короче, я собрал все крутые самые исторические события, когда у нас творилась история с помощью западных музыкантов. Итак, первый исторический мой концерт был, это один из 10 концертов Scorpions, когда группа Scorpions у нас в Ленинграде дала 10 концертов подряд, и это было просто потрясающе, это был металл-рекорд мирового уровня. И для меня это просто на всю жизнь, как, знаете, такая вспышка, которую я помню всю жизнь. Дальше был концерт В Ингли Майлстема Там вообще просто Еще все круче, что называется Было, там тоже было 10 концертов Подряд, при том по 2 концерта Подряд, что вообще потрясающе Вот Или около 20, точнее, концертов было Там, короче, вообще был просто космос Ингли у нас такого джаза давал, что потом Вошло в мировую историю, как Триал Бай Файр, то есть на DVD Триал Бай Файр, Лайфан Ленинград Я даже попал в эту мировую историю То есть я есть на этом видео И меня там хорошо видно, потому что Мой брат держал на плечах, я там махал Своим проклепанным ремнем В общем, я попал в мировую историю металла Благодаря своему брату Ингли Майлстема Который выступал в моем родном городе Следующее огромное Событие, это был концерт Black Sabbath, который тогда вообще 25 концертов подряд дал, 13 в Москве У нас в Ленинграде 12 И я тоже там был То есть я забрал исторические события Ну а как бы квинтэссенция моего советского То есть я как металлист советского разлива Квинтэссенция это, конечно, концерт Nonsense of Rock Где выступала Металлика, Пантера ACDC, Black Rose и наша российская группа Est И это было просто потрясающе Мы вот ленинградские металлисты Мы тогда все бросили, поехали в Москву Чтобы это увидеть, потому что мы вообще Ну, как говорится, до конца не верили, что это будет Но я сейчас не буду об этом долго рассказывать Потому что я об этом и писал И там скоро видео об этом выйдет отдельно В общем, как бы здесь не об этом речь, а о том, что я как бы собрал все самые крутые исторические события метальные Которые у нас происходили в нашей стране И где принимали участие западные лучшие группы Там начинают мои любимые металлики А начиналось вообще, точнее всего, все со Скорпионс Вот Ну, уже дальше Когда моя страна развалилась И мой город переименовали Что как бы меня очень сильно ударило То есть, вот как бы мой последний концерт Это был в 92-м году Я был на концерте Сеплтуру в своем родном городе Когда был тоже фестиваль Там наши группы выступали, в том числе Мастер как раз То есть, второй раз был там Шах Черный обелиск И, в общем, после этого я выбыл, потому что я пал самое на дно Я бросил все То есть, вот смотрите, я был успешный, супер успешный в Советском Союзе Я был предпринимателем Я там занимался марихуаной Я был во главе самой большой точки в Ленинграде На момент 91-го года То есть, и двигал металл У меня была своя студия дома То есть, я записывал То есть, у меня был выход на запад У нас моряки все везли То есть, пластинки, кассеты Вот, я У меня были большие, много знакомых И вот, например, у того же брата моего старшего У него лучший друг Его жена была за финном еще давным-давно То есть, в Финляндии То есть, я еще в Советском Союзе там имел фирменные пластинки То есть, у меня дома была студия записи И мы с братом моим средним, который тоже металлист Мы записывали и людям бесплатно раздавали Но при этом объясняли, что если они хотят что-то фирменное Ну, за это надо платить То есть, мы можем просто достать Потому что у нас большие связи и большой выход Плюс у нас там была так называемая толпа Это как бы, ну, на иностранный лад Это как бы, ну, такое место, где тусовались Место неформал И мы там обменивались Там и продавали, и меняли И, в общем, там все продавалось То есть, любой мерч То есть, в Советском Союзе официально было нельзя Но на месте, которое называлось толпа Там можно было все Там все продавалось и все можно было купить И вот я этим занимался То есть, у меня там был друг еще один Ну, и вот с другими людьми То есть, я как бы, я там был помладше, поймите Я был, как бы, я был с первыми, короче Кто двигал эту движуху Эти были все люди старше меня Как минимум, там, на 4, там, на 6 лет И кто-то нам на 8 лет Или как мой брат на 15 лет Ну, я был такой, как сын полка Но я очень, как бы, несмышленый был Очень такой двигатель То есть, с предпринимательской жилкой И все это двигал То есть, я именно такой Просвещение, сдвижение Как вот в английском Вот у вас есть такой мюзикл-фигур Такая, ну, должность такая То есть, вот я и был мюзикл-фигур То есть, я занимался всем, я двигал все Вот И, то есть, я был очень успешным Говоря современным языком Но я не смог пережить Как бы удушение моего родного Ленинграда Потому что у меня мать блокадница То есть, у меня мать пережила блокаду А мои дедушки воевали против нацизма И, как бы, в общем, для меня это была трагедия И удушение моего родины И я все бросил, пал на самое дно И вот концерт Сепл-Туры в 92-м году Был, как бы, финишным моим концертом Я пал на самое дно И все бросил, короче То есть, все, из дома ушел Там все, короче, все забросил То есть, я байкером был Я бросил байкерское дело Там, потом меня начали судить Я, там, попал в тюрьму В общем, у меня история очень сложная Вот И потому что я не видел смысла жить Как бы, а знаете А я не мог жить по своему виду Закончить, потому что я слишком себя любил Что называется Я был личностью, понимаете То есть, я не то, что с самолюбием страдал Я просто понимал, что я личность И вот Мне было жаль себя убивать, как личность Но в то же время Мне было на все плевать И, как бы, я, ну, как То говно, короче, плыл по течению Вот Но В 99-м году я попытался вынырнуть Потому что, как бы, у меня там начали Просветы, сказать, в сознании Вот Я был на концерте мануара исторического В 99-м году Первом в России И у нас в Питере Потом, правда, опять я нырнул Короче, потому что Не сумел зацепиться за эту жизнь Ну, вот Я уже потом, как бы, сел опять в тюрьму И вот вышел в 2003-м году И вот с тех пор, короче Я нашел смысл жизни И опять вернулся И мне в этом, вот, как бы, преодолеть Вот эти страшные 90-е Помогал металл То есть он у меня в душе был, что называется И вот с 2004-го года Я опять стал металлистом И с тех пор я прошел Ну, просто бесчисленное количество Концертов Фестивалей И у нас в стране И в Европу я езжу И даже в Армении был На историческом фестивале Когда группа System of a Down Выступала в 2015-м году Там на площади республики Посвященные столетию геноциду В общем, я езжу везде И тоже двигаю движуху Что называется, как и раньше Вот, то есть я разродился Я настоящий хеллрейзер Или как-то птица Феникс Который сам себя возродил Вот И, в общем, я к чему это все говорю Что, понимаете, металл Это вся моя жизнь И я вообще такой один в мире Кто собрал там очень много Исторических событий Я даже кинул статейку, как бы Почему я это все говорю на русском Понимаете, я немножечко умею на английском Но я не буду на английском Потому что я плохо говорю, понимаете Я не просто верю А знаю силу интернета Я знаю, что по всему миру полно русских И что среди западных звезд Там в том, что называется Крю Есть русские люди И вам все переведут И я знаю, что Мой месседж дойдет до вас И я вам это все говорю К тому, что, понимаете Вы поступили Я имею в виду все Как бы рок-звезды В прошлом году очень нехорошо Очень некрасиво Взяли и все бросили Особенно, знаете То есть все все бросили Понимаете Просто все Я не знаю ни одной группы Которая осталась западная И сам вот это Больше всего, знаете Было обидно Вот у нас То есть должен был Концерт Пэйн группы То есть Петя Мой любимый Питер Тагерин Вообще Вот мы виделись не раз Мы общались Как говорится И у нас в Горде И в Швеции Я его встречал Вот перед паром Когда был на его концерте И на Пэйне И на Хайпокрисе был Вот И вот у нас должен был Концерт быть Пэйна И у меня были Билеты И мы должны были Встретиться на метал-концерте А поймите Для меня метал-концерты Знаете, моя духовность То есть я Ну мы живем в большом городе Пятимиллион То есть мы Редко видимся со старыми друзьями Тем более Которые большинство Вообще моих друзей Погибло в девяностых Вот И для меня это Как бы праздник Поймите То есть я иду на метал-концерт Это праздник И в том числе Так как У меня еще есть там Ряд проблем со здоровьем Для меня Буквально заряжаюсь Ну в самом прямом смысле слова То есть я еще Наукой занимаюсь То есть я забыл До конца сказать Что я еще наукой занимаюсь Такими науками Как социология Правоведение Гражданноведение В том числе Я философ Социальный философ Вот И я занимаюсь Исследованием Различиями Я уже обосновал Что именно Особенно на своем примере Показываю Что для меня металл Это как лекарство И вот Я шел на концерт Пэйн К любимому Пете Вот Которому я когда-то Кстати Когда Хайпокраси был Как раз 2019 год По-моему Если я не ошибаюсь Или 18 Нет 18 Или 19 Вот Я был на Мит-н-грид с Петей И я ему подарил Бутылку водки В честь Его тезки Нашего отца Основателя Петра Великого И вот Как бы Ну было это Короче Круто И эпично Вот И тут Короче Мы приходим Точнее Как получилось Я еще даже То есть я уже Собирался То есть я был одет Я хотел поехать На концерт Пэйна И мне звонят друзья Говорят Петя концерт Отменил То есть Петя Был в моем городе И Петя концерт Отменил И вы знаете Меня это просто Выбесило Потому что Я еще правозащитник То есть я занимаюсь Правозащитой Я занимаюсь Правозащитой С 98 Года Понимаете И я знаю Международное Право Я знаю Там наше право Правовую систему И просто Здесь хочется сказать Что Петя Ну блин Ты охуел вообще Ну то есть Если ты против Путина Ну так и провел бы концерт И на концерте бы сказал Нахуй Путина И тебе бы ползала Сказала бы тоже Фак за Путин Причем здесь Путин то То есть причем здесь Мы и Путин Понимаете Если ты хочешь Что-то сказать Путину Ну ты только скажи А ты послал нас Нахуй всех Просто по факту Получается Что ты всех Наш питерских металлист Ну и там К нам из других городов Еду Из Москвы Из Новгорода Из других городов Нам в Петер едут То есть Потому что для нас Для многих это праздник И мы любим Петю А Петя взял И нас так кинул Короче Так не делается Ни по каким законам Более того Я тебе как правозащитник говорю В той же В твоей Швеции В Америке В Германии Где угодно Тебе бы иски Влепили за это Потому что Ты разорвал контракт Я тебе как правозащитник говорю Можно было вообще Собрать коллективный иск Засудить тебя нафиг С такими издержками Что ты бы просто обалдел Потому что ты поступил В высшей степени Некрасиво И нарушил правовое поле В том числе Ты нарушил А не Путин Если я еще раз говорю Если Путину есть что сказать Так пошлите нахуй Вот например Меня Путин Я не фанат Путина По залу бы там было Не фанатов Путина Меня путинская власть Обкрадывает Меня сейчас убивают В самом прямом смысле слова Убивают физически У меня есть ряд недугов И мне не оказывают помощь Понимаете То есть у меня к этой власти Такой список вопросов Ну вы к нам применили Коллективную ответственность Что вообще запрещено По праву современному международному Нельзя применять Коллективную ответственность Потому что смотрите Вы как бы против типа Путина А страдаю я То есть меня здесь Путин обкрадывает Меня обокрали Я предприниматель Строительством занимаюсь То есть я деньги зарабатываю Строительством Меня обокрал на 600 миллионов рублей Путин Ну его система Суды в первую очередь Потому что у нас в судах Не оставить право Это кстати Петю спасает Иначе бы Получил если То есть если бы мы были в Швеции Ты бы получил иски Петя Со всем уважением Вот Но так как мы в России В России судебная система Это просто беспредел Но получается что И я здесь страдаю От судебной системы Меня обкрадывают На 60 миллионов обокрали Меня убивают Потому что мне не оказывают помощь Именно та поганая Ублюдская воровская власть Которую создал Путин В моей стране Для меня это горе Поймите Для меня это горе Это моя страна И это мое горе И многих русских людей Это горе Но Вы-то тут при чем? Понимаете? Вы хотите сказать Нахуй Путину Так скажите это А я тут при чем? Почему вы ко мне Эту ответственность применили? Почему вы применили К моим друзьям Эту ответственность? Мы-то тут вообще при чем? Мы ничего плохого не сделали Вы говорите там Война Да какая война Там идет с 14-го года У меня пол семьи Украинцев У меня жена Украинка У меня течет Украинская кровь Для меня это горе Поймите Но Почему вы не обращали Внимание Что 8 лет шла война? 18 тысяч убитых Было к 2022 году Понимаете? Это что шутки что ли? Почему вы тогда Не обращали внимание Что русских людей Убивали А потом вдруг Против? Да мы тоже против Эта война Она никому не нужна Поймите Ну вы-то сейчас Сеете войну Поймите Вы сеете войну Вы с нами Воюете С нами рядовыми Металлистами Вот там Клаус Майни Что-то там будет Клаус Майни Я был на том концерте Когда Вы придумали Ребята Песню Living for tomorrow Вспомни И ты по-русски Там говорил Что мы сегодня Делаем то То есть Наше завтра Зависит от того Что мы сделаем сегодня А что ты сегодня делаешь? Ты ведешь войну С нами Русскими металлистами Кто помнит И чтит тебя И любит тебя С того 88 года А ты нас нахуй посылаешь Клаус Ну блин Так нельзя Я тот Rock believer Motherfucker Мы все тут Русские металлисты Rock believer А ты берешь Наши нахуй посылаешь Применяешь к нам Коллективную ответственность Ну подожди Уважаемые И все уважаемые Ребята Мои дорогие Немцы Бразильцы Американцы У меня любимая группа Американская металлика Там Трэш металл Любимая немецкая группа Там Креатор Содом Которую я люблю С 86 года И многие У меня список вот такой Я старый металлист Еще раз говорю Я кину ссылочку Там Почитайте Я прошел Бесчисленное количество Эферистов Концертов А вы ко мне Применяете Принцип коллективной ответственности Ну поймите Если к вам его применить Так вы вообще сами террористы Особенно США США Это главная страна террорист Которая разрушила Уже с СССР мне 33 года 32 года Вы за это время Разрушили кучу стран Вашим Эстеблишмент Я же вам это не говорю Что вы там Дис Найдер Джеймс Хэтвилл Я же вас не обзываю террористами Я же не кричу Что вас надо привлечь К ответственности Так вы-то меня За что привлекаете Понимаете То есть вы на меня накладываете То есть меня Путин убивает И обкрадывает И вы меня еще начинаете убивать И обкрадывать Потому что представляете Я говорю Я пришел на концерт Пейна Как за лекарством А Петя говорит Да пошел ты нахуй И я в шоке Потому что я говорю Я спрашиваю Петя За что ты так со мной Ну за что Ну так же не делается Поймите Еще раз говорю Вспоминая слова Клаусен Майна И песню Левин Фотумору Замечательная Потрясающая Миротворческая песня Я буду вечно благодарен За эту песню Для меня она гораздо круче Чем Винсов Ченч Которую он у нас придумал Вот Так мы сегодня Строим завтра И мир зависит От каждого из нас Мир это не статичная Картина А мир это Движение То есть это Вот я вот вам русский Да вы меня послали нахуй А я вам Руку протягиваю мира И хочу вам напомнить Что 35 лет назад Американец Билли Джоэл Вы знаете такого Вы помните такого Он проложил Мост доверия Что вошло в мировую То есть он проехал По Союзу То есть Ленинград В Москву В Делиси В Грузию ездил Дал несколько Концертов Посмотрите Это называется Вошло в историю A matter of trust A bridge to Russia A matter of trust Trust Доверие Bridge to Russia То есть он тогда Построил мост В Россию Мост дружбу Мир сотворил Понимаете Я не был на том концерте Я как бы Металист Я тогда был Притом жесткий Я трэшер тогда был уже То есть я как бы Для меня Билли Джоэл Я знал что он Ну как бы есть Потому что опять же У брата старшего слышал Ну как бы я не был его фанатом Я тогда эти вещи Не особо понимал Просто потом Сейчас пересматриваюсь И просто потрясаю Ну просто Преклоняюсь Перед Билли Джоэл И говорю ему спасибо Спасибо За то что ты тогда Сотворил этот мир Что во многом Растопило лед И к нам поехали Другие группы В том числе Скорпионцы Потому что это был 87 год Понимаете А вы то сейчас Эти мосты взрываете А зачем За что Вы же с нами Взрываете Путину насрать Он никого из вас Не знает Ну не знаю Может слышал группу Название Скорпионцев Ну может металлика Всех остальных Никакого Питера Тагерта Он не знает Хайпокраси Пэнда Ему это вообще ни о чем не говорит Он вообще помешан На деньгах только Как и ваши политики Понимаете Они помешаны Только на деньгах И власти Они наркоманы От власти Понимаете И денег Они вот сидят Как на игле Деньги бесконечные Воруют Просто миллиардами Триллионами Я не знаю Куда они их девают Не знаю И наркоманы От власти Они бесконечно Власти Власти Больше власти Ну так же Поймите Я Сожалею Что это идет Конфликт И я в 14-м году Был на всех митингах Которые были Против войны Был на всех Абсолютно Я даже Лично как гражданин Писал Путину Что оставь войну Я ходил с украинским флагом Я был везде Но когда началась Эта специальная Военная операция Я не выступил против Потому что 18 тысяч Русских убитых Я знаю Что такое нацизм И мне не жалко нацистов Я сожалею Что там гибнут Мирные люди Я сожалею Конечно Но это война Поймите Такая же Как в Ливии В Сирии Которая вела США Где участвовала Германия Где участвовали Все страны НАТО Понимаете Но я к вам Не пытаюсь применить Принцип коллективного ответа Но за что Вы-то ко мне его применяете И ко всем моим товарищам И вообще к русскому народу Вы там Чайковский Очень мальчик Да Чайковский Гей открытый То есть У вас же запрещено Геев чморить А Чайковский гей А вы нашего Чайковского Чморите Ребята Ну вы даже вообще Показываете Что вы невеже Понимаете То есть вы как бы Вы просто Вы повелись Короче Вы когда-то пели Там вот Акцепт 86-й год Песня Тиви Вор Тиви Вор О Скорпионцы Там Медиа Оверкил И это бесконечное количество Вы сами пели Эти песни Что нельзя доверять Проекту Что врет СМИ врут А вы вдруг Сначала маски Дели Поверили В эту Просто Туфтовую аферу Ковид-19 Мы как правозащитники Сразу били колокола Говорили Это политическая афера В Америке Так же говорили Врачи Америки Ассоциация врачей Америки Еще в 20-м году К нации обращалась Что ребята Не переживайте Это обычное ОРЗ ОРВИ Ничего страшного И после начала СМО Все это увидели То есть забыли Что начало СМО Еще и карантин убрала У вас в том числе То есть вы хотя бы За это должны быть благодарны Но это же показало Все лицемерие То есть показало Что мы изначально Такие как я Независимые В северных странах С переходом С лета на осень С зимы на весну Потому что это стресс Для организма Вот эти перепады Погоды Страшной температуры Когда там за день Может на 20 градусов Перепад быть Перепад быть Понимаете Это бьет по иммунной системе Естественно Только что так все перепугались Просто так получилось Что я медициной Еще занимаюсь Именно из-за того Что я имею Хронический ряд заболеваний С 93-го года Хожу по больницам По всяким По поликлиникам Постоянно Поэтому я как бы Хошь не хошь Что называется Прокачался в этом Что вы очень некрасиво поступаете И вот я вам приведу Слова Билли Джоэла Он тогда Чтобы поехал В Советский Союз Свои 2 миллиона вложил И он их не вернул До конца Но Когда он приехал Потом в Америку Его спрашивают Корреспондент Типа Ну вот вы там Что вы там вообще делали Он говорит Это пик Майкоризм Представляете Он был уже дважды Платиновый музыкант В 87-го году Он супер Он супер известный Был во всем мире К осени 7-го года У него два Платиновых альбома было А он говорит Это пик моей карьеры Тур по Советскому Союзу Ну более того Его спрашивают То есть он Точнее как бы Журналисту говорит Типа Если меня спросят Потом мои дети Когда вырастут Дети и внуки Спросят Папа Что ты делал Во время Холодной войны Он говорит А мне теперь им есть Что ответить А я его вопрос Вам задаю Ребят Вот вас спросят А что вы делали Во время вот этих Событий сегодняшних А? Ваши дети Ваши внуки Спросят Что вы сделали Во имя мира Скажете что Что вы говно В русских кидали Что концерт отменяют То есть вы войну Значит сели Понимаете То есть Билли Джоэл Строил Бридж ту Раша И строил мир Руку протягивал Мира А вы Блин говном Кидаетесь и войну Сеете Ребята Ну блин Так нельзя Ну там Диснайдер Фак за Раша Блин Я тебя люблю Диснайдер Блин давным-давно Просто Хотя я был трэшер Но Твистет Систер У меня стоял особо Года В 84-й год Стэй Хангри Блин Это же просто Мега бомба Понимаете Ну в смысле Понимаешь Диснайдер Блин Я люблю тебя А ты говоришь Фак Раша Мне хочется Как бы Я не хочу Что называется Но я тебе просто Песней группы Оверкил Отвечу Твоих же соотечественных Которые Кавер на канадскую группу We don't care what you say Fuck you Бро Thank you about it Зачем ты так Блин При чем здесь Раша Ну скажи Фак Путин Ну и что Скажи Фак Путин Фак там Russian government Фак Russian establishment Ну да Я скажу Фак American establishment Ну и что Ты тут при чем И я тут при чем При чем здесь мы Мы металлисты Всегда были Лучшей частью человечества Мы были самой Прогрессивной частью человечества Мы строили мир И знаете Во первых Вот эти все события Я вот вам рассказывал Когда вот мир был сотворен Но знаете С моей точки зрения Еще самое крутое Это вообще Квинтэссенция мира Вот когда именно Что только металлисты Никто в этом мире Не смог сделать так Как сделали металлисты Это 80 Ой 2017 год Это Вакен Легендарный Метал фестиваль Номер один в мире Вакен Open Air На сцене играет Группа Акцепт Вместе с ней играет Симфонический оркестр Группа Чехия То есть Группа немецкая Играет в центре Германии С ней играет Чешский оркестр Певец этой группы Американец Перед сценой 80 тысяч людей Со всего мира И на сцене Играет песня Сталинград Посвященная Сталинграду Имя То есть Как говорится Которую город носил Имя Нашего главнокомандующего Во время Второй мировой войны И То есть Страшный бой Это одна из страшных Боин Вообще Этот бой под Сталинград Один из страшных боев В истории человечества И вот В этой песни Вольхофман Мой любимый Вольхофман Блин Обожаю тебя Написал солягу Прекрасную Основанную На гимне Советского Союза И вот эти 80 тысяч Поют Гимн Советского Союза Ничего круче Просто нет У нас В нашей стране До сих пор Там с историей Срутся То есть У нас У нас Война идет То есть У нас Наши предатели Они предают Память о Советском Союзе Они кидаются Они когда вас упрекают Переписывание истории Нет Я вам как русский человек Говорю Они у нас Историю переписывают В наглую Притом А мы Металисты Вот могли Такое сотворить Для меня Это вообще Квинтэссенс Я не был на том Я вообще Ни разу не был На Вакине Потому что Еще раз говорю Меня обкрадывают Давно Мое Путин И его судебная система Обокрала меня На 60 миллионов Я не могу Мне просто Не позволяют Экономические соображения Доехать до Германии Для меня это мечта Я хочу побывать На Вакине Но я не могу На нем побывать Я езжу По ближайшему В Финляндию На Туску Любимую Понимаете Слэр провожал В 2019 году Одну из любимейших Своих групп Понимаете Там В Швецию Там хватает Что называется Денег съездить Но я не могу До Германии доехать Понимаете Хотя у меня есть паспорт У меня есть загранвиза А меня сейчас не уехать Потому что Границу перекрыли Для меня Не для Путина Путин-то ездит Куда хочет Его правительство ездит Куда хочет Все наши Ебаные чиновники Ездят куда хотят А мы не можем Понимаете Хотя у меня есть Еще раз У меня есть загранпаспорт У меня есть виза На 5 лет я получил Понимаете А я не могу поехать По двум соображениям Потому что Вы меня не пускаете И потому что Меня Путин обкрадывает А вы меня еще и наказываете Представляете Как вы некрасиво Себя ведете Ребят Так перестань Так себя вести Я вам предлагаю Я говорю Сейчас место Великих открыто Знаете Кто будет великий Кто первый приедет После всей этой хуйни Вот тот будет великий И еще Грубо говоря Первый 10 Вот как тогда Сначала Нам же Вот вы забыли тоже Вы наверное плохо историю знаете В 87 году Еще Перед Билли Джойлом Был Марш мира Когда американцы Приехали к нам Американские граждане И шли пешком Из Ленинграда В Москву Пешком По нашему Сначала по ленинградскому Потом по московскому шоссе Ну то есть у нас Это московское шоссе У нас в Ленинграде А в Москве Это называется Ленинградское шоссе Шли пешком 750 километров Пришли И там был фестиваль мира И там играл Легендарный Сантана Это еще до Билли Джойла Сантана играл А этот марш Организовал Стив Возняк Который Эппл создал Со Стив Джобсом Представляете Да вы наверняка Этого даже не знаете А у нас же потрясающая история Мы творили историю Когда-то вместе Понимаете А мы сейчас Вы сейчас берете И так в нас говном кидаетесь Понимаете Перестаньте это делать И вот когда-то Вот эти там ребята Стив Возняк Сантана За ним там Билли Джойл Потом уже Скорпионс Ингви Мальстэм Блэк Саббат Там Ози Осборн Там Вот фестиваль Мира у нас был Легендарный Я там не был Но там Ози Осборн выступал Бон Джови Синдерелла Там Другие группы Понимаете Я там не был Я был Потому что я тогда Более такой же Матерый Такой более Трэшер был Ну просто Как бы любил Ингви очень Потому что Вот это Одиссея У него 88 Альбом Где Тернер поет Потому что Голос Тернера Для меня вообще Что Я из пеленок Его знаю Он пел Рейнбоу Он пел Диперплей Понимаете Потому что Один Тернер Отвечу Ингви Что у него Альбом Трилогии У нас в Союзе Выпускался То есть я Ингви Знал просто отдельно То есть я был Хоть и Трэшером Но я любил У меня несколько Таких было Как бы Power Metal Отдельно И Нео Классиков Как вот Ингви Они как бы Отдельной стороной Понимаете То есть они отдельно Я не любил клавиши Но я любил Кинг Даймонд Просто обалденно Потому что Кстати Вот в прошлом году Не смог изо всей этой хуйни На Мерс Фул Фейс есть Одна из любимых Моих групп Понимаете И вот чтобы вы понимали Например когда Он у нас был Там в последний раз Не помню В тринадцатом году По-моему У нас К нам приезжал парень С Украины И мы с ним списались И он создал фан-видео То есть на таких Металлистах Все держится Понимаете Я сейчас больше всего переживаю Я ему оду написал Что бро Я атеист Я не верю в богов Но я блин Думаю о тебе Я просто думаю Космос прошу Чтобы как говорится Именно Чтобы все было нормально Чтобы ты выжил Понимаете То есть не думайте Что мы тут какие-то Блядь звери Все хотим войну Да никто не хочет Этой войны Кроме ублюдков И стеблишки На которые на них Деньги зарабатывают И наш и ваш И наш и ваш Когда вот вам там Кричали нам Про экономику Экономику Вам блядь Сейчас в три раза Дороже газ продают Нормально У вас там блядь Банкротится завод на заводе Какая экономика Какое верховенство права Эти ублюдки На нас зарабатывают Да Но мы-то тут при чем Мы-то можем мир построить Мы снизу люди Металлисты Я вам русский Ленинградский металлист Протягиваю руку Дружбы мира Я вам для чего О себе рассказываю Просто показываю Что я давно в теме Понимаете Я знаю о чем говорю Я сам когда-то музыкой занимался В смысле я играл на барабанах И был организатором Просто я просто потом понял Что поймите У нас в России Недоразвитое Гражданское общество Я вот стал его развивать То есть я бросил все И стал заниматься Именно низовым обществом Я пытаюсь именно создать Гражданское общество Поймите Ну это как бы Наши внутренние разборки Как бы может быть Вам не понятно Просто поверьте мне на на слово То есть я бы мог себе Сделать карьеру И там как бизнесмен И супер успешный И как Меня звали в действующую группу И директором И продюсером Все А я отказываюсь Потому что я двигаю Само фан движение Я разработал концепцию Russian Metal Community С прицелом на World Metal Community Я просто еще не успел То есть я в 16-м году Опубликовал Ну как бы Не пошло Потом вся эта хуйня началась И как бы Я скоро опубликую Понимаете То есть я хочу отдать дань Именно фанатам То есть металлистам Потому что я считаю Что как-то Ну то есть они не заслужили Они вынесли этот Да вот металл чем уникальный Мы вынесли его на руках Мы фанаты А мы как бы Незаслуженно забыты Ну ладно Как бы об этом потом Но сейчас я к вам обращаюсь Что ребят У вас есть шанс Стать великими Кто первый приедет И следующие 10 групп За ними вы войдете В историю Как миротворцы Это шанс Подумайте об этом И подумайте о том Что нельзя применять Принцип коллективной ответственности Так не делается Понимаете И подумайте о том Что вы сейчас войну сеете Вы кидаетесь над говном И сеете войну Перестаньте Перестаньте Я вам протягиваю руку дружбу И говорю Давайте дружить Давайте Запускать концерты Потому что концерты Мир строит Как ничто другое Понимаете А иначе какая-то хуйня Иначе Ну пизда всему придет Поймите Мы сейчас стоим на грани Никогда мир так не был Близок к уничтожению Но мы металлисты Можем показать миру пример Как показали в 2017 году На Вакине Как показали Мы в Советском Союзе В 1991 году На Монстр соф-рок В Тушино В легендарном И многие другие разы Поэтому ребята Перестаньте творить хуйню А давайте творить мир Вместе Ну а пока буду останавливаться И двумя руками говорю Мир нам всем И дому нашему планету Земля Общему Продолжение следует...